Ажиотаж на Брестском Велофесте был налицо. Такого мероприятия, очевидно, в областном центре ждали давно. Причем не только заедлые велолюбители, но и те, кто предпочитает время от времени отказываться от автомобиля в пользу экологически чистого транспорта. Немалознакомых тут и представители власти, и руководители ведомств, люди, которые принимают активное участие в жизни Бреста, нашли время и не отказали себе в удовольствии стать частью велодвижения. Когда хорошая погода, я с удовольствием езжу на велосипеде. Мы организовываем такие велофестивали между пожарными Республики Беларусь и пожарными Республики Польши. Хорошо. А вот в вашей семье популярен велосипед? Я скажу, что у каждого члена семьи у нас есть велосипед, а у самой младшей и два велосипеда. Сегодня для меня это не только средство продвижения, но и хобби. То есть я на велосипеде езжу в походы различные. А какие рекорды ставили? Вот сколько проезжали? Максимально? Максимально. Я не засекал, но более 200 километров за сотки. Участников первого масштабного велофеста торжественно поприветствовали организаторы мероприятия и пожелали им хорошего пути. Воодушевленные брещане и гости города предвосхищали интересный маршрут. Тем более в таком многочисленном составе. В общей колонии двигалось немало семей, для которых активный отдых скорее традиция, чем просто спортивный азарт. Среди участников были и люди с ограниченными возможностями. Маршрут движения лежал от мемориала «Брестская крепость-герой» до картингового стадиона, порядка 15 километров пути. Мероприятие как раз-таки популяризация велосипеда, как каждодневного городского транспорта. То есть людям, чтобы проехаться по городу, посмотреть, насколько это классно ездить, приятно по городу, а не только использовать в выходной день велосипед по поездке на озеро, на дачу и прочее. И также мы хотим показать, что велосипед – это полноценный нормальный городской транспорт. Город Брест идет к своему тысячелетию, и сегодня руководством города при поддержке областного исполнительного комитета принято принципиальное решение при проектировании новых микрорайонов города Бреста обязательно уделять внимание развитию велоинфраструктуры. Поэтому наши брещане могут быть уверены в том, что город Брест к своему тысячелетию будет развиваться. Мы будем уделять возможность развитию велодвижения в городе Бресте, и все для этого сделаем. Организация велопробега – это не только пропаганда здорового образа жизни. Идея его проведения подкреплена и многими другими задачами. Одна из них – воспитание у населения культуры вождения двухколесного транспорта. Для того, чтобы они научились ездить по городу, не нарушая правил дорожного движения и не создавая препятствий никому из пешеходов. Потому что в городах участились случаи того, что велосипедисты сбивают перед пешеходов, врезаются. Нам этого не надо, мы просто хотим показать, что на велосипеде можно тоже очень культурно и красиво перемещаться. На финише маршрута активисты велодвижения без мотора ожидало множество сюрпризов. Праздник одним только шествием не ограничился. На картодроме расположилась площадка для игры в питанг, где опытные тренеры обучали желающих навыкам, стремительно набирающего популярность в Беларуси спорта. Здесь вместе с семьями останавливались участники Велофеста, чтобы продолжить активные тренировки, открыть для себя что-то новое и приобщиться к полезному отдыху. Это как раз тот случай, когда говорят, что нашли друг друга. Мы узнали случайно из соцсетей про них, они узнали про нас, мы скооперировались. И таким образом питанг, велосипед, свежий воздух, по-моему, это идеальный набор. Скучать участникам Велофеста не пришлось ни на секунду. Велолюбители ожидали конкурсы, флешмобы, розыгрыши призов и мастер-классы. Спортивный праздник имел успех, и это дает все основания полагать, что будущий маршрут колонны не за горами.